Проходите, пожалуйста, садитесь. Ну что, бобенки, крещи и родинки вскочили. Да к пивам с водкой лечить эту заразу надо. Как убрать с лица родинки? Сегодня вряд ли найдется человек, у которого не нашлось хотя бы одной родинки. Заметны они прежде всего на наших лицах. Их классифицируют по-разному. К примеру, по цвету. Белые, розовые, красные, коричневые и синие. Также их виды можно разделять по размерам. Маленькие, до полтора сантиметров диаметры. Средние, полтора-десять сантиметров. Большие, более десяти сантиметров. И гигантские, те которые расположены по всему лицу или другой части тела. Методы удаления родинок. Следует уяснить, что никакое прижигание или перевязывание родинок дома делать категорически нельзя. Это может повлечь за собой, порой даже непоправимые последствия. Обратитесь к врачу, и только он решит, какой метод удаления наиболее подходит пациенту для того или иного случая. Первый метод хирургический, самый распространенный. Он применяется при глубоких и крупных образованиях. Также его рекомендуют, если родимое пятно оказалось злокачественным. Основным недостатком этого метода является шрамом. Говоря о родинках на лице, с эстетической точки зрения, хирургический метод не очень рекомендуется. Более щадящий метод – это жидкий азот, то есть холод. Главным его преимуществом является то, что ткань не удаляется, а это защищает организм от попадания инфекции. Минус же применения этой процедуры состоит в том, что во время ее проведения могут пострадать и здоровые ткани. Дело в том, что жидкий азот очень тяжело направить на определенный участок кожи. Сегодня набирает популярность и метод лазерной хирургии. Он позволяет качественно и быстро избавиться от родинок, как на лице, так и на других частях тела. Его главное преимущество над другими способами состоит в том, что луч лазера не затрагивает здоровые ткани и не оставляет шрамов. Однако, если у вас большие родинки, метод лазерной хирургии не подойдет. И, наконец, самый эффективный метод удаления родимых пятен – это радиохирургия. Радиокоагулятор не затрагивает здоровые ткани. Его используют для удаления образований любого размера. Также его назначают как при доброкачественных, так и при злокачественных родинках. В дополнение ко всему, после процедуры родинку можно отправить на биохимию. Вот я и говорю, что лучше народных методов нет на свете. А кроме фотошопа.